Ну что, ребятушки, по традиции, че у кого, всем прекрасного дня и отличного настроения, а? У нас сегодня, как я и обещал, видео про финскую свечу, которая, уж не знаю, получилась или не получилась, сегодня мы будем делать форель. Форели я буду делать немного, потому что на даче сегодня я и моя мама, поэтому две рыбки на решеточке и, собственно, по немного необычному рецепту. Я много рецептов посмотрел, и все они примерно, ну вот, одинаковые. Просто берем рыбу, что-то внутрь закладываем, кидаем в решетку или там на решетку и переворачиваем, не переворачиваем. Золотистая корочка, вуаля, лимончиком полили, все. Кстати, у меня тут пивко, и это немало важная часть готовки форели на даче. Именно в Москве можно делать как-то иначе, но на даче это обязательно пивко. И вот по такому рецепту, как я буду сегодня делать, она получается просто необычайно вкусная, нежная, поджаристая. Так что, ну, не буду больше распыляться, а глотну пивка и приступаю к готовке чуда форели на дачном мангале. Погнали! По традиции представлю, естественно, сначала, что у нас на разделочном столе. У нас две форельки, я ее выпотрошил, дабы не отвлекать вашего внимания. Тут какие-то нехитрые специи нашел, вы можете класть любые. Томаты, базилик, чеснок, соль, лимончик. И, собственно, вот это я уберу. А может и не уберу, просто отставлю в сторону, потому что это дача, это пивко, это отдых. И, собственно, отличное настроение. Вот, что мы делаем с форелькой? С форелькой мы, собственно, делаем такую вот операцию, операцию остроотточенным ножом. Мы по хребту вот так вот ее разрезаем на две одинаковые половиночки. Сейчас покажу, что из этого получится у нас. Главное аккуратненько вот так отделить все. Вот, здесь мы сделаем надрезики. Голову я оставлю, потому что пусть будет с головой. И у нас что получилось? Вот такая рыба-камбала из нашей форельки получилась. Вот такой вот блинчик, да, который мы берем, солим с двух сторон. Тут у нас, смотрите, чуть ли не филе получилось. Вы понимаете, к чему идет дело. Далее берем лимончик. Никуда его закладывать нам уже не получится, но мы смачиваем рыбку. И она у нас соленая. И с великолепным соком лимона получается. И вот когда она у нас становится влажной, вот так еще натрем все для вкуса. Мы откроем нашу приправу. Вы можете любую класть. Я вас не агитирую именно за эту, но смотрите, какая она красивенькая получается. Да, вот так переворачиваем. И с этой стороны также посыпаем все. Вот такая у нас красота получилась. Берем решеточку, открываем решеточку. Вот так хребтом кладем на планочку. Даже вот так, боком. Чтоб у нас и вторая рыба получилась. И берем вторую рыбку и делаем с ней ту же самую операцию. Вот так до хвоста разрезаем. Чувствуете, как рецепт отличается от тех, что вы могли видеть в интернете. И это даже не пиво, которое я употребил. Это смекалка и желание получить что-то новое. Вот так ее разминаем до состояния камбалы. В лимончике у нас чуть осталось. Протрем и отрежем еще один кусочек. Кстати, с приправой, да? Согласитесь, я угадал. Во-первых, и смотрится красиво, и на вкус, и запах тоже. Приправка очень-очень даже. Все, лимончиком натерли. Солью посолили. Смотрите, какая солоночка, да? Советский Союз прям, я не знаю, хохлома, роспись. Вот эту солонку я помню вот с такого возраста, с которого вообще что-то помнить можно. Поэтому это такой олдскульный раритет, который мне очень дорог. Так, снова высыпаем вот эту великолепную красивую приправку. Напоминает очень, знаете, селедочку в пряном соусе, да? Оп. И вторую рыбоньку вот так вот кладем на решеточку. Собственно, у нас рыбка полностью готова к тому, чтобы попасть в мангальчик. Мангальчик, напомню, у меня сейчас разожжен из финской свечи, которая была в предыдущем видео. Я добавил туда немного дровишек и к тому моменту, как я понесу решеточку к мангалу, я надеюсь, что все угли улд уже готовы. Угли у нас полностью готовы, кроме вот куска. Нашей римской свечи, его я отброшу в сторону. Угли вот так вот разровняю, чтобы жар был для нашей рыбоньки равномерный. И, собственно, при помощи кочерги я уложил рыбоньку на наши угольки в мангале. Все. Каждые 2-3 минуты я ее переворачиваю и надеюсь, что минуточек так за 15 она будет полностью готова. При таком плоском варианте, когда рыбонька у нас разрезана до состояния комбалы, она реально пропекается намного быстрее, потому что само мясо тоньше становится и сам процесс, естественно, проходит быстрее. Видите, я уже буквально прошло, не знаю, 2-3 минутки, а уже одна сторона как бы подрумянилась. Тут главное не упустить. Оп, еще раз переворачиваем, видите, мясо уже начинает белеть и ощутимый жар, вот я чувствую ладонью. Угли удались. Финское свеча не подвела. Помимо того, что она проверила лайфхак, она еще и дала великолепные угли. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Как вы уже поняли, форелька сегодня полностью-полностью удалась, мама довольна. И вот такой вариант плоский, как комбала, полностью подходит под дачный мангал, под решетку. И, собственно, выходит умопомрачительным при условии, если за ней следить. Потому что рыбонька становится очень тонко и быстро может пригореть, если ее тщательно не переворачивать, тщательно за ней не следить. И, собственно, не блюсти то, чтобы она равномерно прожаривалась. Все. Подписывайся на мамкиного блогера. Это были дачные рецепты. И, собственно, увидимся, наверное, с вами вновь очень скоро. Потому что дачные рецепты, они бесконечные. На дачном мангале можно готовить все, что угодно, включая огромного быка. При условии, что найдется мощнейший вертел, чтобы его вращать над дачным же мангалом. Все. Подписывайся, комментируй, ставь лайки, ответная реакция гарантирована. А я с вами прощаюсь и говорю всем чао.